Доброго вечера Доброго вечера, шановна громада, добрий вечер, шановні експерти, гості, усіх, хто сьогодні разом з нами по обидва боку екрану телевізійного обговорюють найактуальніше питання нашого життя, життя нашого міста. І сьогодні ми говоритимо про тему, яка стосується практично кожного з нас. Ми говоритимо про миколаївські ринки. Адже неопадково Миколаїв вже давно заслужив славу будь-кограду, давно вже Миколаїв практично перетворився на брудний та досить незатишний додаток до наших численних стихійних ринків. І про це та багато чого іншого, що пов'язано з цією темою, ми будемо сьогодні говорити протягом двох годин у програмі «Контраргумент», що, як завжди, виходить на телеканалі Миколаїв по четвергах о 19.30. У нас, за традиційно, а ці традиції ми не змінюємо і ніколи не змінимо, ми спілкуємося з дуже поважними, дуже компетентними, дуже обізнаними гостями. Втім, перш ніж мій співведучий Олександр Молодцов їх представить, я планую подивитися сюжет, який зняли наші колеги Юліані Сімови, Олександр Пан. Він дещо завеликий для нашого традиційного формату. Втім, я дуже прошу вас не відходити в телевізорів, адже це справжній трилер. Подивіться, будь ласка. Ринок «Клаксон» розташований на розі вулиць космонавтів та 28-ї армії. За документами має займати 565 квадратних метрів. Земля здана в оренду Анатолію Дюміну. Споруди, які побудував Анатолій, розміщені на теплових та газових трубах. Це небезпечно. Там є ограничення в пользованні земельним участком. Ограничення заключається в тому, що це є охранна зона трубопроводів. Соответственно, там проходять коммуникації «Николаїв водоканалу» і «Николаїв газу». Причем застрійка на цих коммуникаціях, на трубопроводах, тем більше капітальна застрійка, не допускається. Договор аренды окончил срок действия 27.09.2011 року. Але місцева влада не проконтролювала подальші документи справи щодо даної земельної ділянки. Власник ринку «Клаксон» виплачує кошти за оренду близько 28 тисяч гривень. Земельна комісія міськради на нещодавному засіданні підтримала рішення продовжити оренду. Непосредственно депутат Николаївського городского совета Дюмін, грубое слово, но другого не подбирається, протянул. Наша знімальна група вирішила подивитись на ринок власними очима та поспілкуватись з продавцями. Багато хто зустрів нас непривідно та відмовлявся спілкуватись, виганяючи з приміщення. На жаль, ніхто документів оренди не мав на руках, кажучи, що вони у начальства. На жаль, чоловік не знайшов документи у магазині. Каже, забув вдома. Далі знімальну групу зустріла жінка, яка представилась адміністратором. Пані була налаштована досить агресивно та забороняла нам знімати. Мовляв, ми не маємо права без дозволу вести зйомку та просити показати документи на оренду та якість товару. Верніте камеру, тому що я зараз виправжу вас відсуття. Пожалуйста, вийдите туди. А чому? Це мій оператор, він не має права виходити від журналіста. Значить, вийдете ви взагалі. Ви охрану визиваєтеся? А на яких основах? Щоб вияснити вам. Так, може, ми з вами пообщаємося? Не хочу я з вами пообщатися. Нормальне місце, тому що ви на нас кричали? Не хочу я з вами пообщатися. Поки ми чекали на охорону, встигли поспілкуватись з деякими продавцями. Люди також не мали про собі документів на право оренди, мовляв, вони на руках у хазяйки. Реалізаторам їх не залишають. Але показували талончики на свою продукцію з допустимою датою. Адже після перевірки продукція дійсна 72 години. 22-го, 02-го, 16-го. Ось ще, будь ласка, сертифікати всі. І будь-який чоловік, який покупає у вас продукцію, може посмотити? Може, звісно, звісно. У м'ясному павільйоні є проблеми. Адже ще 18 січня в них порвався тент на даху. Люди звернулись до керівництва, але по сьогодні його не відремонтували. Вітер з вулиці заносить до м'ясного павільйону пил, який шкодить продуктам. Коли йде дощ, то вода не дає ходу ані продавцям, ані покупцям. Люди обурені, адже за аренду платять немаленькі кошти. По нас вже прийшла охорона, але порадила викликати наряд поліції. Допочекали правоохоронців, з'явився і сам Анатолій Дюмін. Надалі він не відходив від знімальної групи і продавці лишень, побачивши його, відмовились з нами спілкуватись. На жаль, більше працювати на ринку клаксон ми не змогли, тому вирішили поспілкуватись з продавцями з алеї поблизу ринку. Чутки про нас поширились швидко, тому багато хто просто повтікав від прилавків, залишивши накритим ряднинами свій товар. Продавчині або продавця немає, але прилавок накритий, тобто ми можемо просто взяти шмат м'яса і піти, нас ніхто не зупинить. Ті, хто залишились, документи на оренду або якість харчової продукції не змогли продемонструвати. Люди зо страхом, але кажуть, що гроші за місце з них беруть працівники з клаксону. Інші розповідають, що стоять тут безкоштовно. Багато хто спілкуватись відмовився. Потримати нашу знімальну групу та допомогти у зйомках приїхав громадський активіст Олександр. Чхайло. Чоловік знається на справі, адже вже багато часу вивчає всю законність забудов не лише самого ринку, а й розташованих поблизу яток з товаром. Хаотичну торгівлю та вивчає справу ринку «Южний». Ті люди, які зараз на алеї стоять, вони не виноваті в цьому. Їм необхідно торгувати, їм необхідно кормити свої сім'ї. Але проблема в тому, що адміністрація ринку, їм відводять землю для чого? Для того, щоб вони обезпечили нормальну торговлю, нормальні умови для торгівців, для наших граждан. Люди, які працюють на алеї, займаються торгівлею несанкціоновано. Розводять антисанітарію та захарашують тротуари. Але їм потрібно десь працювати. А на офіційних ринках досить висока орендна плата за ядку або місце. Тому вони вимушені або працювати в таких умовах або ніяк. Мені навіть в ящикі нікуди зможуть, розумієте ви це чи ні? Навіть якщо на то пішло. Тому що тут негде зняти поміщення, ви розумієте це. Місцеві розповіли, що ринок Южний належить Анатолію Дюміну, але офіційного підтвердження ми не маємо. Ситуація тут складніша. Тут брудно, більшість торгівельних контейнерів закриті і мають неохайний вигляд. Повна антисанітарія та відповідний запах. Зовсім поруч відпочивають безхаченки, багато безпритульних собак. Тут також ані документів на оренду, ані сертифікації товари у людей немає. Продавці готові йти на зустріч владі, допомагати, адже їм потрібна робота. Ми подали надвод земельної ділянки в шістому році. Тобто ми вирішили самі, підприємники, 50 людей організуватися і зробити таке самоврядування тут у себе. Чому немає? Чому один власник може, а 50 колективної власник не може? Але проблему досі не вирішили. Люди тут працюють одним днем, тож і вигляд торгові площі мають відповідний. Нікому до цього немає діла. Ця конструкція була побудована ще у 2013 році паном Дюбіним під ринок. Але по сьогоднішній день вона стоїть ржавіє та не радує око миколаївців. Тут мали бути нормальні магазини, але за невідомих причин робота зупинилась. Виникає багато питань до адміністрації Ленінського району, до управління архітектури міста, до місцевої влади загалом. Невже так має виглядати наше місто? Невже люди мають працювати у таких умовах? Отже, це була, так би мовити, затравка нашої сьогоднішньої дискусії. Я впевнений, що нашим гостям вже є, що розповісти на саму початку, коли вони отримують свою традиційну хвилину. А для того, щоб ми знали, хто саме буде цю хвилину отримувати, хто буде їм опанувати, Олександр Молодцов, мій співведучий, представить усіх, хто є сьогодні в студії. Будь ласка, Олександр. Вітаю гостей телеканалу «Миколаїв». Олександр Курляк, начальник управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради. Вперше в студії. Вітаємо. Олена Герасимчук, голова Миколаївської профспілки працівників малого та середнього бізнесу. Вітаю вас. Владислав Єнтін, депутат Миколаївської ради. Міської ради. Міської ради. Хочу представити наших експертів. Олександр Чхайло, голова правління громадської організації «Альянс демократично-правового руху». Артем Ващиленко, голова Української асоціації центрів підтримки бізнесу. Вітаємо. Олексій Кочубей, директор юридичної фірми «Едвайз-консульт». Дмитро, перепрошую, Віктор Дмитрук, заступник голови адміністрації заводського району міста Миколаїва з питань торгівлі. Вперше в студії контраргументу. Вітаємо вас. Другий майданчик. Ігор Пох, журналіст та публіцист. Денис Дорошенко, представник громадської організації «Альянс демократично-правового руху». Вперше в студії. Вітаємо вас. Дякую, Олександр. І за традицією нашим гостям по одній хвилині тільки прошу, будь ласка, шановні гості, дотриматись цього регламенту. На початку потім у вас буде багато часу, щоб висловитися. Будь ласка, по хвилині для того, щоб визначитися із вашої позиції взагалі щодо цієї теми. І, можливо, ви вже щось можете сказати щодо того сюжету, що ви побачили. Будь ласка, Олександр Миколаївич. Добрий вечір, дорогі гості, добрий вечір, жителі міста. Дійсно, показаний сюжет показує то, що так, як є, бути не должно. Ми з цим согласні. І, дійсно, сюжет показує те неплухі условії, які сьогодні существують на ніяких ринках, чи стихійних ринках в місті. Дійсно, то місце, яке показано, оставлені ларьки, оставлений мусор, не украшає нас город, але правильно говорило, що люди відшли торгувати не від хорошої житті. Дійсно, я прошу прощення. Немножко нарушаю традицію. Щас Лена Николаївна получить слово, але я просто хотел би сразу вас удержати від попыток выйти на некі округлые і нічого не значащі фрази. Тому що буквально 2 передачі назад ми говорили о тінневій занятості, тут був юрист іпанець, заміститель городського голови, і нам був звонок. Дійсно, уважаємо, зрителю, по телефону 76-92-42, буквально через 15 минут, через 16, ви зможете уже начать звонити нам. І звонить жінчина і говорить, що ж це таке, тут на вулиці просто люди там вынесли, там, що там, какой-то нехитрый скарб, вони що-то продають, ходять якісь тут мордовороти, і собирають с них деньги, прямо з вулиці. Йи говорят, ну, якби наші експерти, «вот, пожалуйста, посмотрите, безобразие». На що Степанецт так улыбався, говорить, «а це законний ринок, все нормально». То есть, знаете, был анекдот, да, когда приходит человек в управління таможни, погранична служба, говорит, я бы хотел открыть свой маленький бизнес, дайте мне, пожалуйста, в аренду метр государственной границы. У нас получается точно так же, мы берем в аренду, а, скорее всего, вообще ни в какую аренду не берем, потому что мы видели из этого сюжета, что это вообще не ринок. Но, тем не менее, ходят люди, собирають деньги, все знают, что это происходит. То есть, не надо, пожалуйста, нам рассказывать про то, что несчастные люди выживают как могут, потому что несчастные люди выживают как могут, а, ладно, некоторые отдельные личности просто на них наживаются при попустительстве городской власти. Елена Ивановна, пожалуйста. Андрей Ивановна. Ой, Алена Андрея, простите, я неправильно написала. У нас сегодня очень интересная тема, это проблема городских рынков. Если посмотреть в глубину, почему возникла эта проблема, наверное, вначале я планировалась в городе, когда создавались рынки, что это не должно быть вырасти в такую проблему. А после того, как город Николаев, закрылись большое количество предприятий, людям не было где деваться. Единственная территория, где могли люди создать себе рабочие места, это вообще рынки. Тогда была стихийная торговля, люди торговали с пола. И тогда администрации города принималось решение депутатским корпусом, что нужно создавать площадки, на которых людей концентрировать, чтобы там был какой-то порядок. Потому что сам по себе территория рынка, это специально отведенная территория для организации торговли. Но в этой территории должен быть руководитель, который должен обеспечить всю инфраструктуру. Это воду, канализацию, освещение, охрану и, естественно, контроль ветеринарной службы, санстанции, службы пожарной безопасности, охраны труда всех. Поэтому и создавались рынки. У нас, если помните, было только два первых рынка, центральный рынок «Олос», но потом у нас в связи с тем, что большое количество людей было не занятых, начали создаваться рынки. И вот здесь, я считаю, проблема, которую мы сегодня видим, это вся проблема создана властью, нежеланием власти на протяжении многих лет решать эти проблемы. Потому что именно на этих территориях как раз в 90-х годах и появилось желание обогащения. Потому что вот эти территории как раз и стали приносить колоссальные прибыли, но только не государству. И эти деньги, которые люди платят, они не идут, большому сожалению, большей части на пополнение бюджета города, они растаскиваются по рукам и по карманам. И то, что мы видим сегодня, эту стихийную торговлю, она ведь существует не только на этих двух рынках, она существует по всему городу Николаево. И все жители города Николаево четко знают, что все, кто стоят на территории рынка, платят одним, платят при том платежи. Часть официально, большая часть. Неофициально это показало о том, что нет договоров, потому что на официальном рынке, зайдите на центральный рынок, большинство предпринимателей договора все на рынках. Те, которые стоят за рынком, они платят. Или представителям органов внутренних дел, это сотрудникам милиции, или платят же собственник какого-то прилегающего рынка. Показали рынок Лаксон, на рынке Лаксон достаточно много свободных мест. И те люди, которые торгуют мясом, они обязаны были бы торговать на рынке. Что произошло? Попустительство со стороны рынка. Зачем напрягаться и вталкивать людей в рынок, требовать оформления частного предпринимательства? Подождите, подождите, Саша, пожалуйста. А все-таки там берутся деньги. Там все знают, что с рынка Лаксон берутся деньги всех тех людей, которые там стоят. Вторая сторона вопроса, это Южный. Я знаю очень хорошо историю этого, потому что к рынку Южный я имею прямое отношение. Потому что мы у Дюмина забирали предпринимателей в 2005 году, забирали этот рынок, потому что там незаконно взимались деньги. И Тамара Шемец сказала четко, что мы просили у депутатов городского совета выделить землю, дайте нам организоваться. Результат нежелания выделить землю, тогда Амстору давали деньги, всем подряд. Да, я очень хорошо знаю историю этого рынка. Я знаю всю ее доскональную историю. Стояло у истоков защиты прав предпринимателей на этом рынке. Но вот то, что произошло со стороны власти, мы имеем результат. И там люди абсолютно невиновны. Спасибо. Владислав Янтин, пожалуйста. Я бы не хотел бы защищать кого-то, либо обвинять. Я считаю, что сегодня городской власти нужно разработать несколько проектов. У нас есть свободные земли. И на них просто-напросто организовать коммунальные рынки, в которых была бы реальная стоимость услуг, реальная возможность людям торговать по минимальной цене. И сегодня бы эти бабушки, дедушки и люди, которые приезжают и торгуют с пола, то есть они бы могли спокойно пойти за 5 гривен в день на специально отведенной территории, с условиями продать ту или иную, скажем так, продукцию. Сами они выращивают, либо они перекупают, потому что вы видите, какой у нас хаос происходит. На Херсонском шоссе был оптовый рынок. Тоже продали под большой супермаркет. Людей согнали. Разваляли ихнюю собственность. Многие десятки предпринимателей приходили, я помню, к мэру и просили все-таки как-то решить вопрос с этой собственностью, чтобы ее не рушили. В конечном итоге все-таки собственник все там поломал, люди ушли на другие места и так же само супермаркет не построился. Так же само, как и не построился супермаркет с этого рынка южного, там где планировался он там быть. Поэтому я вам хочу сказать, сегодня остро стоит вопрос возможности создания коммунального рынка. И это уже, я не знаю, как депутаты поддержат или не поддержат, но я лично общался с Александром Федоровичем. И он знает о том, что такая проблема существует, что сегодня нужно сделать специализированные территории, чтобы люди могли пойти торговать и знали, что это будет надолго, это будет недорого, это будет с комфортными условиями. Спасибо большое, Владислав. Я хочу сказать, что в Николаеве достаточно различных телевизионных ресурсов, на которых много разных программ, на которых можно отделаться общими словами. О том, что хочется, возможно когда-нибудь будет и так далее. Мы для того здесь и собрались в таком составе, не случайно наши гости, это представитель исполнительной власти, это представитель представительской власти депутат и представитель профсоюза предпринимателей. Вам не надо говорить о том, что когда-то что-то будет, вам надо говорить, мы сделаем или не сделаем, или вообще делать не собираемся. Для того, чтобы, Владислав, проиллюстрировать ваши слова о том, чем на самом деле озабочены депутаты, давайте посмотрим махонькое видео, как комиссия уже нового состава городского совета отводит на 15 лет землю под рынок Лаксон господину Дюмину. Давайте глянем. Я вас бежу. Вопрос за голосование по предложению предназначения депутата Дюмина. Я сначала вставлю так, как здесь, правильно? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я утромую. Все утромую. Я утромую. Я утромую. Спасибо. Против такого отношения вообще... Контуриваешься. Правда. Владислав, вас, к счастью, не было на этой комиссии, и вы не вообще ни к этой комиссии отношения не имеете. Но скажите, вот как депутату, вот вам вообще не противно? Вот, знаете, там не стыд, а вот, просто знаете, вот, вот, как есть где-то порог брезгливости, который, ну вот, не знаю, вот этим людям, мне кажется, вот руку уже подавать было бы. Вы знаете, вот это нехорошо, неправильно говорить в эфире такие слова, но в цензурной речи таких слов нету. В сленге, ну, скажем так, в сленге, да, есть такое слово «западло». Вот заставить себя после этого пожимать эти руки, вот я считаю, западло. Потому что эти люди рассказывают, да, о том, как они переживают за жителей города, как у них просто вот, просто вот руки трясутся быстренько пойти и вот сделать что-нибудь полезное, хорошее для людей. Ну вот мы посмотрели, как оно вот вообще, скажите, вот в зале в этом находиться. Я вам хочу сказать, есть, я не буду называть фамилии, есть определенный негатив нашим коллегам, но я вам хочу сказать, я, слава богу, открестился от земельной комиссии. Ну и про земель, да, между прочим. Да, земельная комиссия, как бы это, ну, я и был депутатом коммунальной собственности, сейчас и в связи с тем, что было комиссии 11, объединили, сделали 6, как бы мы, комиссия наша, слава богу, там, коммунальная собственность, ЖКХ и благоустройство города. Я вам хочу сказать, что сегодня мы с самого начала, такого раньше как бы особо не делали, с самого начала мы себе поставили за основу вызывать директоров коммунальных предприятий для того, чтобы наводить порядок. Мне кажется, что вы приняли за основу вызывать хозяев этих мест для того, чтобы дать им возможность проще протянуть свои решения. Господин Дюмин сидел спиной, вот справа там он голосовал. Нет, я видел, и мне что самое интересное, то есть, это здесь конфликт интересов, то есть, он даже не имел права голосовать за этот вопрос. Конечно, да. То есть, здесь я, ну, я не, да, то есть, это же основание для того, чтобы отменить это решение, то есть, которое будет вынесено на сессию, потому что он должен был заявить в начале комиссии о том, что есть конфликт интересов и вообще не голосовать за этот вопрос. Кто должен оспаривать это, скажите, пожалуйста? У нас есть регламентная комиссия, которая даст оценку этим действиям. Вы серьезно верите, что регламентная комиссия отменит отведение земли под код? Нет, она не отменит, но дело в том, что они должны будут на сессии этот вопрос поднять. И вы же понимаете, то есть, здесь в комиссии было там, ну, сколько, я не помню, человек там 10 или 10 или 11. Да, человек 12, 12 депутатов, а остальные 40, их же не было на этой комиссии. То есть, я думаю, что могут мнения на сессии разойтись. То есть, вы верите, что оппозиционный блок или наш край выклюют глаз своему собственному ворону на сессии? Ну, я вам хочу сказать, если вы считаете, что это как бы наш коллега, и мы должны обязательно за него проголосовать, то я вас уверю, что сегодня уже вступил в действие закон о информации о голосующих. То есть, все голосования проходят открыто. И все будут видеть, так как в Верховной Раде, какая партия проголосовала за тот или иной вопрос. Так вот, мы сейчас видели. Можно остановить на стоп-кадре, идентифицировать каждого голосующего депутата. Понятно, каким партиям они относятся. Смотрите, у нас есть один член комиссии, который от нашего края. То есть, это же не говорит о том, что все депутаты от нашего края проголосуют за тот или иной вопрос. Да, у нас такое было на сессии. О том, что у каждого депутата есть свое мнение. Если мне это не нравится, и я знаю, что это мне не нравится, я не буду за это голосовать. Как насчет противной дисциплины? У вас же эти депутаты шли не просто сами по себе, они шли как представители политической силы. Это политическая сила, которая не имеет платформы? Нет, она имеет платформу и очень плотную. Но я вам хочу сказать, у нас вопросы, которые идут на сессии, мы на фракции, на нашей обсуждаем. И у нас нормально идет диалог. За тот или иной вопрос каждый высказывается. Я вам хочу сказать, у нас нет шахматки, которая была в предыдущем созыве. Непту. Нет, отсутствие шахматки это очень хорошо. Но скажите, вот ваш представитель проголосовал за это. На сессии он тоже, вы скажете, у нас было свободное голосование. Вы потом пойдете объяснять людям? Я вам хочу сказать, я еще не уверен, что этот человек проголосует на сессии за этот вопрос. То есть, вы собираетесь с ним поработать? Ну, вы сразу выдаете все карты в студии. Нет, ну для того мы здесь и собираемся, чтобы у нас был постоянный диалог между властью и обществом. Я вам хочу сказать одно. Я сам очень расстроен той ситуацией, которую мы и увидели, и знаем по поводу рынков. Почему мое такое мнение? Я практически сейчас на рынках не скупляюсь. То есть, в связи с этой антисендарией, мне легче поехать в супермаркет, переплатить 2 или 3 гривны. Может быть, даже... Ну, у вас есть эти 2 гривны, чтобы их переплачивать? Я вам говорю о том, что мы сегодня занимаемся всеми вопросами, которые были, скажем так, 10 лет в одних руках. 10 лет. Это очень большой срок. С 2006 года по 2015 год. Вы сами знаете, кто управлял городом. Слушайте, ну, рынок локшин был в этих руках, и на 15 лет ему в эти же руки передали. Не передали. Это решение комиссии. То есть, мы держим интригу. У нас не то, что интрига. У нас реально сегодня, ну, как бы... У нас сегодня есть проголосованный вопрос на комиссии. На нашу комиссию он не попал, потому что он не наш профильный. И теперь этот вопрос, так как комиссия проголосовала большинством, я так понял, голосов, оно пойдет на сессию. А теперь останется интрига, действительно. И я вас хочу уверить, что немногие депутаты довольны результатами нашего коллеги. И я не уверен 100%, что мы проголосуем за этот вопрос. Спасибо, Александр Николаевич. Лично я могу сказать свое мнение. Я за него голосовать не буду. Хорошо. Ну, я думаю, что надо, в конце концов, выкинуть полотенце, наверное, на ринг, потому что, Владимир Владимирович, тяжело. Нет, мне не тяжело, просто действительно во многих ситуациях сложилось так, что была определенная, скажем так, дисциплина, как вы правильно сказали, шахматка. Определенная партия 10 лет управляла процессом. И сегодня... Ну, учитывая количество представителей этой партии, мне что-то подсказывает, что она и сейчас имеет значительное влияние на этот процесс. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, мы говорили сегодня, да, вот в этом первом сюжете, о вот этой вот ситуации, когда просто ребята ходят на городских улицах. То есть, я бы понял, плохо, грязно, антисанитарно, со всех сторон плохо. Но люди выживают. Ладно, как-то можно это понять. Но их обирают. Я бы понял, если бы с них брали какие-то деньги, совсем, может быть, маленькие, городские службы, за то, что они хотя бы там подметут и уберут. У нас есть в нашей новейшей истории масса опытов, когда ребята вчера ходили по рынку с битами, сегодня они сидят в различных креслах на самых разных уровнях. Все нормально, переквалифицировались. Я не удивлюсь, если те, кто сегодня собирают дань с этих вот самых несчастных николаевцев, завтра окажутся в депутатских креслах, и прекрасно там тоже будут устроены. И так, как мы видели в этом сюжете, будут решать свои вопросы. Но это ладно, это не к вам. А вот городская власть на тех участках, на тех местах, где, в общем-то, не депутаты, а вы должны это контролировать, что-то вообще собираются делать? Только вот, если можно, конкретно. Потому что, ну, понятно, что хорошо, было бы, если бы. А вот конкретно что-то будет делать городская власть? Что касается рынков, два года назад мы провели паспортизацию рынков. Что это? Точно под уточнение границей, количество мест и соответствие санитарным и ветеринарным нормам. Сегодня санитарные и ветеринарные службы, они находятся в стадии реорганизации. Практически их объединяет в защите правопотребителей, госстандартам, в одну структуру. А сегодня эта структура не создана. Поэтому на сегодня у нас получается небольшой вакуум в этой области, что касается по ветеринарным и санитарным правилам. Если такие случаи есть, что ходят там неизвестные, собирают с кого-то деньги, то это вопрос полиции. Необходимо обратиться в полицию, вызвать и... Ну хорошо, у нас есть вопрос зрителей, однако я попрошу вас подождать. Я собирался сюжет показать чуть позже. Ну давайте в качестве иллюстрации того, о чем вы говорите. Мы посмотрим сюжет, который подготовил Александр Молодцов. И сразу станет ясно, что и здесь это не просто вопрос полиции. Это вопрос полиции, которая может в данном случае работать исключительно вместе с городскими властями. Давайте глянем сюжет. Стихийная торговля харчовыми продуктами поза ринками, магазинами и супермаркетами на зупинках, поблизу трамвайных колий, біля підземных переходов уже традиционный міський пейзаж. Мы, отверто кажучи, уже звикли до этого. Но закон говорит, что торговля в непризначенных для этого местах незаконна. Однако это успешно игноруют и продавцы, они не сплачут жидких сборных или податков, порушуют правила благоустрою, и покупцы, як им байдужа, что продукция, которая торгуется с асфальтом, не имеет жодных дозвольных документов, лицензий или сертификатов в якости. Явища ци далеко не поодинокие. Причины тоже. А на улице все свежее, все чистенькое. Молоко в магазине 13-15 литров, а на рынке 8-9 можно купить. И все свежее. Но на рынке нас заставляют, чтобы мы торговали, потому что тут не чисто. Хай нам дадут будочки, чтобы мы торговали в будочках. И не платили 1000 гривен или 2 месяц за аренду. А хай нам бесплатно селян дадут. Мы же платим налоги в селе. Но никто же не знает этого. За будь-яких умов, найбільшою цінністю повинно бути здоровье громадян. Кто же контролюет безопасность продуктов харчевания? До вересня минулого року цим опікувалися три служби – ветеринарна медицина, інспекція із питань захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічна служба. Ми поспілкувалися з представниками цих служб. Відповідно до нового закону про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, ані санітарно-епідеміологічна, ані ветеринарна служба відношення до безпечності та якості не мають. Цим буде опікуватися Держпродспоживслужба, яка наразі на місцях ще фактично не сформована. Створена постановою Кабміну, прописана в законі, однак повноваження головного санітарного інспектора залишилися. До того ж, санітарно-епідеміологічна служба ще з 2011 року у законному порядку відсторонена від розробки будь-якої документації стосовно норм ринкової діяльності. На сьогоднішній день ветеринарно-санітарні правила для ринків працюють. Вони написані, хоча були у 1996 році. Але на сьогоднішній день є правові колізії, оскільки з законом України про основні принципи вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Сьогодні єдина служба, яка має відношення по контролю за виробництвом, обігом, реалізацією харчових продуктів – це Держпродспоживслужба. На жаль, вона де-юре існує, де-факто її немає. Існує вона вже півтора року. Ані санепідслужба, ані ветеринари на сьогоднішній день, згідно з чим не згаднодавством, саме з цим законом, про який я кажу, вже не мають права вирішувати питання за своїми повноваженнями, які у них були раніше. Наше відносно, тобто Держпродспоживслужба, в тому форматі, в якому вона залишилась, зовсім ніякого відношення до стихійних ринків немає і не мала. І позиція моя, як керівника, як людини єдина. Є закон про місцеве самоврядування, є повноваження органів виконавчої влади, і були повноваження, прописані органами міліції в минулому законі про міліцію. Це була 10-та стаття, де чітко було написано заборона торгівлі в нестанолених місцях. Тобто, якщо це стихійне, його не повинно бути. А як вже законодавець визначиться, хто буде цією стихійною торгівлею, хто її подала і хто буде боротися з нею, це вже інша справа. В жодному нормативному документі, в жодному законодавчому акті цих служб нема поняття стихійна торгівля, нема повноважень, які б надавали цим державним контролюючим органам здійснювати контроль за стихійною торгівлею. Як на мою думку, стихійна торгівля – це незаконна торгівля. І законодавчого контролюючого органа нема, який би здійснював контроль. Слід знати, ветеринарна служба перевіряє харчові продукти лише в місцях законного продажу – ринки та супермаркети. Окрім того, представники присутні на бійнях та в місцях обвалки м'яса. Як проходить процедура контролю ветеринарним лікарям? Якщо забій проходить на присадивній ділянці, викликається ветеринарний лікар, який оглядає тваринку, оцінює її стан здоров'я і дає, якщо тварина здорова, надає дозвіл на забій цієї тварини. Якщо після забою проводиться післязабійний ветеринарний огляд, і якщо нема ніяких ознак хвороби, ставиться штамп попередній огляд. Після цього штампу ця туша чи півтуша має право надходити на ринок. На ринку проходять дослідження певні, відповідно до стандартів і норм. І після проведення необхідних досліджень на тушу чи полутушу ставиться штамп, значить клеймо, що туша вже оглянута і має право до реалізації. І всі господарі дотримуються цієї процедури? Все м'ясо, що надходить на ринки, воно дотримується цієї процедури. Те, що на стихії продається, цього ми з вами не можемо підтвердити і знати, проходять ці норми чи не проходять. Таким чином, перевіркою продукції, яка реалізується у невстановлених місцях, ветеринарна служба не займається. Тобто громадяни, які купують харчові продукти на стихійних ринках під відкритим небом, де навіть немає нормального столу і рукомийника, роблять це на власний ризик. Є хвороби спільні для тваринних людей, антрозолопонозні хвороби. І такі хвороби, якщо хворіє тваринка, то вони передаються і людині. І останнім часом це такі хвороби у нас виявлялися, як туберкульоз, бруцельоз, фасциальоз, трихінельоз, інвазіні і паразитарні хвороби. Звернемося до законодавства. Стаття 160 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме так, кваліфікуються факти торгівлі у місцях, які для цього не призначені, штраф від 17 до 119 гривень. Раніше шляхами протидії були спільні рейди з міськими службами та правоохоронцями. Сьогодні обіцяють конфісковувати незаконно розміщений товар. Раніше це повинні були робити міліціонери, дільничні інспектори, які ходили, контролювали стихійну торгівлю в неустановних місцях, були змушені складати на них адміністративні протоколи. Раніше продукція, яка не вилучалась, а під подписку віддавалася власникові, але зараз влада вирішила, що потрібно конфіскувати все-таки ту продукцію, направляти її на місця, де буде вона зберігатись до рішення суду. І вже по рішенню суду або віддаватися власнику, або конфіскуватися в бік держави, і надалі або підлягає утилізації, або як раніше здавали в зоопарк, якщо це рослина або тваринного походження. У минулій редакції закону про міліцію вмістилася норма щодо боротьби з порушеннями, в тому числі і в галузі торгівлі. Цитую, забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо. Новостворена поліція залучатиметься до протидії вуличній торгівлі лише у складі спільної групи від міськвиконкому для забезпечення громадського порядку. В новому законі про національну поліцію немає прямої норми щодо цього. Цитую, вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях. Кінець цитати. Ну, а як ви думаєте, законодавчо зараз недостатньо вважелів для... Вважелів було достатньо і на той час, коли була ще міліція. Але те, що у нас не було чіткої взаємодії влади та правоохоронної системи, тому що правоохоронна система конфісковує, але не знає і немає, куди його зберігати. І ніхто не хоче брати на себе відповідальність за збереження того чи іншого майна, продукції, тому що якщо вона спортиться, а її повернуть в пластику, то це будуть судові витрати. Знову ж, ніхто не хоче на себе брати відповідальність. У Миколаїві боротися з нелегальною вуличною торгівлею обіцяють через конфіскацію товару, адже штрафи за таке порушення, як я вже говорив, мізерні. Очевидно, що це прийнятний спосіб повернути міську торгівлю у законне правове поле, зробити тіньові оборудки невигідними для продавців під відкритим небом. Або ж запропонувати альтернативу – соціальні ринки або окремо виділені місця, де продавці могли б реалізувати свій товар зі своєї грядки за мінімальну орендну плату за ринкову площу. У такому випадку виграють всі. Продавці матимуть змогу законно працювати, конкуренція була б справедливою, муніципалітет би отримував більше надходжень. Чи спрацюють якісь сценарії? Чи є інші варіанти? Питання до аудиторії. Отже, сюжет незвично для нашої програми великий, втім, я думаю, що він зняв досить багато питань і нашим гостям та експертам буде багато зручніше оперувати певною поняттями, вже не вдаючись до припущень, адже ми бачимо, що написано в законі. Алсан Миколаївич, я зараз готовий буду вас послухати, але спочатку давайте послухаємо нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі кажіть. Добре вече. 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 Ваше огромное спасибо, що ви вважаєте на цей перегляді. Спасибо. Нам показали комсомольску, там, ну, как, на Рыки, да. Ну, самое главное, социальські служби спелить вообще за тем, какую мусор вокруг этой комсомольска происходит. Как мусор вешається в пакетах на деревьях по всем этим углицам? Кто-нибудь смой за этим или нет? Спасибо. Добре. В самой крайней мере предложили, что штрафы не действуют, они небольшие. Суды возвращают товар конфискованный, как бы, нет выхода. Мы договорились то, что каждый рынок нам дает помещение какое-то ответственного, куда можно будет при проведении рейда конфискованный товар хранить до решения суда. На следующей неделе у нас запланирована встреча с начальником отделения полиции, с главным управлением полиции. Наверное, мы попросим поприсутствовать и представителей судов Николаева, для того, чтобы эту проблему регулировать и принять уже какое-то консолидированное решение по конфискованному товару, по этой процедуре. Я думаю, что это будет та отправная точка, которая поможет нам сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Спасибо, Александр Игоревич. Я понимаю, что вопрос по мусору не совсем к вам, но у нас есть представитель как раз одной из районных наших администраций. Возможно, вы внесете какую-то ясность, что с этим у нас будет теперь делаться. Я скажу честно, что тот вопрос, который мы сейчас поднимаем на этой встрече, это неоднозначный такой вопрос, это многогранный сложный вопрос, который можно разделить на несколько составляющих. Во-первых, я скажу, что это и простой, и сложный вопрос одновременно. Сейчас я дойду до вопроса нашего служителя. Я думаю, что вы можете проще сказать, что жизнь штука сложная, и таким образом избавите нас всех от долгих предисловий. Мы пытаемся говорить о том, знаете, как у нас у новой полиции, сейчас есть замечательное правило, не беритесь за дело, которое вы не сможете довести до конца. Вот мы в контексте того, что мы сейчас говорим, что новая полиция начинает работать с городскими властями. Я вам как практик скажу, как работает новая полиция с городскими властями. Мы выходим на стихийную торговлю, вызываем, естественно, наряд полиции, наряд полиции приезжает, вызывает участкового, и участковый проверяет документы у продавца. Ну, вообще, мы видели, да, что в первом сюжете полиция робко спрашивала разрешение господина Дюмина, можно ли нам поснимать. Ну, так это вы один раз столкнулись с этим, мы с этим сравниваемся каждый день. Теперь, что касается вопросов, урегулирования вопроса стихийной торговли. На сегодняшний момент, вы знаете, вокруг рынка, любого рынка существует огромное количество стихийной торговли. Значит, я разделил бы вот этот вот весь больной нарыв на несколько участков. Первое – это составляющая экономическая ситуация в стране. Мы все прекрасно понимаем, и я сталкиваюсь с этим каждый день. Основная масса людей, на которых составляются административные протоколы, это малоимущие, которые выходят, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Те, у кого есть достаточно серьезный бизнес, у кого есть серьезный финансовый запас, они торгуют на рынках, у них есть несколько реализаторов, то есть это совершенно другой пласт людей. Мы сейчас говорим о стихийной торговле. Так вот, давайте не будем забывать о том, что стихийная торговля, если мы хотим ее победить, то это антизаконное явление как таковое. И мы должны сказать, либо мы с ним боремся, а закон говорит о том, что стихийной торговли быть не должно, все, мы с ним боремся. Для этого подключаем все институции – милиция, участковые, администрации, громадские объединения и так далее, и так далее, и так далее. Или же мы пытаемся навести порядок как минимальный в тех экономических условиях, которые у нас существуют. Поэтому как раз вопросу о вот этих вот мусорных пакетах и так далее. Мы сейчас-то в этом ключе работаем, буквально на этой неделе у меня была одна встреча, на прошлой неделе была такая же встреча с центральным рынком, вот эта 100-метровка, которая идет по переулку, закрывает проезжую часть. То есть я прекрасно понимаю, что этот вопрос вот так взять и сковырнуть, у меня пока нет ни материально-технических ресурсов, ни политической воли. Вот просто взять и разогнать. Ваша политическая воля? Загнать их, оставить проезжую часть, заставить убирать за собой мусор, заключить договора с убирающими компаниями, которые занимаются этим вопросом. Вот поэтому и вопросы по комсомольскому рынку. Но пройти сейчас по этой 100-метровке, предприниматели идут на контакт, они это прекрасно понимают и убирают рынок и мусор в том числе самостоятельно, заключают договора. То есть это хотя бы, как говорится, первый шаг, пока городом не будет выработана общая стратегия, в плане которой может двигаться та же самая администрация в том числе. Спасибо. Послушаем зрителя. И я попрошу режиссера минут на 10 звонки не принимать, потому что уже несколько человек, которые давно готовы говорить, но не могут в студии. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я с уважением отношусь к вашей передаче, но хочу очень спросить, есть ли продолжение тем вопросом кто-нибудь занимается дальше, вот что-то делается в плане улучшения после обсуждения каких-то вопросов. И свой вопрос такой. Я живу возле центрального рынка. Огол Чкалова и Рюмина. Поставлены будки. Казалось бы, должно быть уже хорошо, но продаются колбасы. По каким ценам, я не знаю, где берут это мясо, потому что мясо до 100 гривен на рынке, а колбасы по 50. Это одно. Добавок. Холодильники, как таковые, отсутствуют. Дальше. Напротив колбасного отдела стоит человек, продает комбикорм. Сейчас вот пойдут цыплята. В прошлом году цыплята он целое лето продавал. Там мухи, там туалет рядом, пиво, ну и так далее. И на открытых стойках вот эти вот колбасы. Какие хочешь. Разрезанные, неразрезанные. Лежат кровяные колбасы. Слушайте, есть у кого-нибудь дело к этой торговле? Это ж кто-то... Кому-то же западло, наверное, уже подать руку за то, что он распределяет эти места. Спасибо. Я еще раз прошу режиссеров 10 минут звонки не принимать. И очень прошу зрителей подождать эти 10 минут. Вот, пожалуйста, сейчас 20-20 будем считать. Значит, до половины, да? И есть что сказать по вопросу этому ответить? Я очень, да, кратко скажу. Но я, извините, хочу Вас поправить. Вы так сказали не очень небрежно фразу «загнать». Там люди, которые торгуют вокруг рынка, извините, это не скот, который можно загнать. И мы сегодня говорим, вот, борьба с стихийной торговлей, знаете, это же настолько заезженная фраза, а уже 7 людей она просто врезалась, знаете, настолько, кроме как негатива не вызывает эта фраза ничего. На протяжении 23 лет вы ничего власть не делаете, для того, чтобы навести порядок. Мы говорим, побороть стихийную торговлю – это следствие. А давайте поборем причины, почему существует эта стихийная торговля. Почему люди стоят вокруг рынка, а не в рынке? Зайдите в тот же самый центральный рынок. Сколько там свободных мест на территории, где овощи продаются? Когда власть обратит внимание в формировании стоимости аренды торгового места? Вот если бы Вы с этого начали, почему люди там стоят? Потому что непомерная цена стоит на рынках. Туда вложено и охрана, и освещение. Туда вложено столько затрат, которые рынок не несет. Хоть когда-нибудь пригласите директора рынка, разберитесь со стоимостью этой арендной платы. И пусть эта стоимость там не сидят поездки на Канары отдельных лиц, а пусть там реальная стоимость и небольшая рентабельность. Мы боролись за то, что рентабельность имела границу, но ее постанову Кабинета Министра приостановили. Так вот, если все-таки на рынках, на этих, сделать нормальную плату, и люди зайдут, не надо их загонять, они сами туда зайдут. Нормальный человек, который торгует и хочет зарабатывать, кормить семью, он действительно будет искать цивилизованный метод торговли. Поэтому давайте пересматривайте, все в ваших руках. Только вы ничего не хотите делать, извините, для того, чтобы навести этот порядок. Андрей Андреевна, сейчас я передаю слово, наконец, нашим экспертам. Единственное, хочу, как бы сразу отвечая, хотя бы на часть вашего вопроса, вот, уважаемая зрительница, насчет того, что делается после программ. На самом деле, делается достаточно много, и некоторые вещи мы, вот те, кто эти программы делал, узнаем о том, что это делается совершенно случайно. Например, вот, совсем недавно побывал в приемной у Александра Чхайла, в его общественной организации, я узнал, что после программы, которая была посвящена социальным выплатам, на самом деле, налажена уже достаточно серьезная работа. Александр, это не по теме передачи, но буквально в двух словах, чтобы люди бы знали. В двух словах по прошедшим. Мы тогда в той студии, когда говорили о проблеме социальных выплат, взаимодействии с пенсионными фондами. Как мы поняли, в студии тогда была проблема и для управления департаментом со страха и пенсионного фонда. Недостаточно людей, недостаточно времени обрабатывать информацию, потому что большой поток. И мы стали взаимодействовать в том ключе, что каждую неделю, каждую пятницу мы обрабатываем тоже определенную информацию, принимаем граждан. Каждую пятницу едет наш представитель в департамент или со страха или пенсионного фонда и урегулирует все эти текущие вопросы. Так же самое мы распределяем, как говорится, приоритетность вопросов. Это бывают вопросы, где не волнение решения суда, где уже пересчитали пенсию, но почему-то какая-то проблема не возвращается. Не буду говорить много, потому что, как говорится, не тема сегодняшней передачи, но в целом взаимодействие и работа сегодня у нас именно в этом направлении идет. Спасибо. Ну и ваш вопрос по теме. Я хотел бы добавить вас, я с вами соглашусь абсолютно, я извиняюсь, наверное, не соглашусь тоже с вами. Я хочу точечно сказать, как говорится, точечно информации конкретной. Вот у меня есть документы 23.10.2013 года, подписанные еще Васюковым, замом мэром. Денег вот уже тогда всегда борется все со стихийной торговлей, но по сегодняшней, там где стояли эти куры-гриль, они так и стоят. Возле них еще появились дополнительные будки, где четко написано, что у договора про надание торгового месяца на рынок «Клаксон» за межами территории в рынку. Документы 2013 года, написанные Выконавчим комитетом. Мне просто непонятно, что за три года, почему нельзя было принять никаких мер. Я скажу вам честно, то, что все говорят, мы боремся, будем бороться, я скажу честно. Три критерия того, почему не побороться. Это бездействие, это безответственность, это бесконтрольность. Вот если вот эти три момента мы будем учитывать, я думаю, это не будет большой проблемой менять законодательство, создать какие-то комиссии. Вопрос сам с собой начнется решаться. Вот у меня к Вам вопрос, представители власти. Почему за три года не ликвидировали то, с чем Вы согласны? Ну, я думаю, что на самом деле это не совсем к той власти мы вопрос задаем. Однако, Александр Иванович, давайте я перефразирую, я перефразирую, есть ли у нас какой-нибудь очень зыбкий, гипотетический шанс, может быть один из ста, что наконец-то городская власть, помимо рассказов о создании инвестиционной привлекательности Николаева, помимо рассказов о том, что вот подобного рода сюжеты снижают инвестиционную привлекательность Николаева, может быть она начнет что-то делать для того, чтобы этот Николаев действительно выглядел привлекательным, не только для инвесторов, но и для нас. Александр Николаевич, пожалуйста. Совершенно согласен, у нас есть комиссия по смотрению и обращению по незаконным объектам, каждую неделю у нас проводится эта комиссия по разным районам города, и результатом работы комиссии является протокол, который направляется теперь уже и в полицию, и в районную администрацию, где те объекты, которые не имеют законодательных документов, они подлежат демонтажу. То есть хорошо, вот то, о чем говорит Александр, это уважаемая зрительница, вот мы сейчас отвечаем на ваш вопрос. Давайте, Александр, эти документы мне, и мы... Я вам дам, и хочу вам добавить, вот у меня документ, это господину Дюмину передайте, то, что он обещал сделать и не сделал. Пускай этот скажет до новой комиссии, довезет и всему депутатскому корпусу. Это тоже документ, который он подписывал, где он обязался кое-что выполнить. Там четко все регламентировано. Спасибо. Пожалуйста, Артем Васильенко наконец-то дождался своей очереди. Коллеги, тут, понятно, что представитель исполкома городского совета сегодня именинник, и очень многие вопросы будут ему адресованы, но я хотел бы сказать, что на самом деле от депутатов очень многое зависит от городского совета. Ну так получилось, что с 2002 по 2006 год я тоже был депутатом городского совета, и как раз был заместителем представителя комиссии по предпринимательству, торговле и так далее. Так вот, вы знаете, что удавалось сделать и что работало, какие инструменты работали? Значит, на тот момент договора с организаторами рыночной торговли не подписывались в случае, если к нему не прилагался типовой договор с предпринимателем. Таким образом, мы обязывали организаторов рыночной торговли вывести взаимоотношения с предпринимателем совершенно прозрачно, вывести на поверхность. Четко были определены расчеты стоимости. На тот момент рентабельность была не выше 20% нормативная, поэтому мы видели стоимость рабочего места. Кроме того, по инициативе на тот момент депутатов городского совета, как часть договора с организатором рыночной торговли, было определение 20% льготных рабочих мест на рынке, которые были предусмотрены для того, чтобы тех людей, которые из села малообеспечены и вынуждены выйти торговать, для них это последний шанс, чтобы они все-таки попали на территорию рынка. Вы знаете, это было не менее сложное время, чем сегодня, экономически. Но тем не менее, при наличии воли и желании депутатов работать, все получалось. Депутаты в составе комиссии с вашим участием, вы помните, мы выходили депутаты городского совета на рейды по городским рынкам. В тот момент нам удалось вычислить, когда по отчетности рынки показывали загруженность порядка 45% рабочих мест, по факту оказывалось и, соответственно, недоплачивали рыночный сбор в бюджет. Соответственно, оказалось, что там полная загрузка. После этого директора рынков шли на диалог с городской властью, брали на себя обязательства и по льготным рабочим местам, и по открытым договорам с предпринимателями. Поэтому, на самом деле, здесь желание работать в первую очередь. И все-таки воля депутатского корпуса, на мой взгляд. — Спасибо. Алексей Кочубей, пожалуйста. Пока до него доходит Саша. Владислав, я думаю, что вам сейчас будет что ответить как представителю депутатского корпуса. Алексей, пожалуйста. В сюжете, который был нам показан, цитировались нормы закона милиции и нормы закона о национальной полиции. Кроме того, в студии звучали слова о том, что сегодняшняя полиция вроде как не причастна к проблемам уличной торговли. Я бы хотел сказать о том, что данное утверждение, с моей точки зрения, является достаточно спорным. Прежде всего, уличная торговля, или, так сказать, стихийная торговля, торговля с рук, является административным правонарушением. Та самая статья 160-я кодекса об админправонарушении, которая нам показывалась по телевизору. Протоколы по данной статье имеют право составлять, по-прежнему имея право составлять, уполномоченные представители национальной полиции, уполномоченные представители исполковых местных советов и представители общественных объединений. То есть функции по регулированию выносной торговли по-прежнему за национальной полицией сохранились. Кроме того, в самом законе о национальной полиции, хотя из него исчезло слово, то есть прямое указание на контроль за торговлей, тем не менее в нем имеется норма в части функций или полномочий национальной полиции, норма по поводу предотвращения административных правонарушений. Поскольку уличная торговля, стихийная торговля является административным правонарушением, то ее предотвращение остается по-прежнему функцией полиции. Хотя то, что, как я уже сказал, слово торговля исчезло из этого закона, позволяет сегодняшней полиции к данной функции относиться уже не так, скажем, тщательно, как это было раньше. И лично я ничего страшного в этом не вижу. Еще наш премьер, по-моему, полгода назад сказал о том, что наша вновь созданная создаваемая полиция не должна заниматься тем, что гонять бабушек по улицам. И это тот случай, когда с представителем власти стоит согласиться. Лично я, по крайней мере, с ним согласен. Знаете, закон о милиции наделял милицию помимо контроля за торговлей, также функции по поводу мусора. Так вот, наверное, очень правильно, чтобы полиция в первую очередь была озабочена охраной общественного порядка. А уже во вторую, в третью и в десятую очередь тематиками мусора и уличной торговли. Особенно, что все-таки, как ни крути и что ни говори о микробах, о грязи в этой незаконной торговле, тем не менее, никуда не деться от того, что экономическая ситуация в нашей стране такова, какова она и есть. И это действительно люди, которые в первую очередь зарабатывают себе на кусок хлеба без масла, а очень часто даже просто на корпус маслом. Я хотел бы сказать, что вот после сюжета с рынком Кваксона, рынком Южным и заседания депутатской комиссии, вообще в студии повисло, ну лично у меня, по крайней мере, было такое вот ощущение какой-то обреченности. И я бы хотел несколько его прервать, сказать, что с моей точки зрения ничего именно трагичного, плохое, да, а вот трагичного в том, что депутатская комиссия отводит территорию на 15 лет господину Дюймину, с моей точки зрения не произойдет. Потому что вообще в первую очередь очень было бы хорошо, чтобы нашу жизнь регулировал рынок. Рынок не как точка торговли, а рынок в общем экономическом смысле слова. Были показаны кадры с того же рынка Южный о том, что места пустуют на этом рынке, предприниматели не торгуют. Так вот, любому господину, который получит территорию под использование рынка, придется за эту территорию платить. И если рынок, как экономическое понятие, будет диктовать условия, при которых у него торговать не будут, потому что у него не проведена вода, потому что у него слишком дорого, тогда сама по себе отпадет ситуация, когда такой человек будет обращаться за продлением договора аренды дальше, а 15 лет, в общем-то, будет вынужден платить. Алексей, ну вот мне хочется сказать, что вот мы сейчас опять переходим в область идеального газа. Потому что то, что творится на этом рынке, мы видели. И это цензурным описанием не подвергается. Однако, все нормально, и стоят, и торгуют, и на земле с людей деньги собирают. Ярослав, не поддается, все верно. Я же сказал, что после сюжета возникло чувство обреченности. Что у кого-то у нас есть сомнения в том, что депутатский корпус проголосует за аренду. Ну, Владислав так уверенно об этом говорит, что может быть монетка повиснет в воздухе, вот мы ее кинули, она повисла. А вот лично я очень сомневаюсь. И я как раз для того, чтобы хоть как-то прервать вот это вот ощущение обреченности, говорю о том, что в конечном итоге во главе угла будет стоять рынок, рынок, как общее понятие, которое и будем, я по крайней мере верю, все-таки даст нам возможность наблюдать за светом в тоннеле. Во главе нашей, да, но только чтобы это не оказался свет приближающегося поезда. Дело в том, что вообще-то, если мы говорим о том, что нами управляет рынок, то рынок блошин или базар в худшем проявлении этого слова. Пожалуйста, да, Елена Андреевна, пожалуйста. Я хочу вам напомнить первый сюжет, который нам показали, что рынок Лаксон это уникальный рынок и он расположен на сетях. Поэтому давайте в основу, рынок нужен, может быть нужен, надо ли там на 15 лет продлевать, потому что рассмотреть вопрос, он находится на сетях, коммуникации идут. По всем нормам строительства, может ли рынок располагаться на коммуникациях? Нет. А если он не может, тогда нужно решать, а про что с этой территорией делать, там люди работают. Вот, знаете, очень хорошо, что есть эфир, и что этот вопрос поднимается, и что вполне может быть, что одним из результатов этого эфира будет то, что люди, покупатели, на этот рынок, например, не пойдут. Как и продавцы. А вот, знаете, вот Владислав не ходит на рынок. Алексей, давайте мы посмотрим, что по этому поводу думают зрители. Александр провел опрос на улицах. Глянь. Как экономическая ситуация в стране вплинула на гаманцы миколаевцев? Чи готовы они купить продукты на улице за дешевшую ценою, однако при этом рисковать життям, сейчас узнаем. Я стараюсь покупать в магазинах продукты, потому что на улице продукты, если покупать, можно, ну, или подходить к какой-то болезнь. Ну, и неизвестно, производитель, когда было выпущено, а что было выпущено. Лучше в супермаркетах покупать, чем на улицах. Нет, не покупаю. Я обычно в магазине покупаю, если на рынке, то в которой внутри рынок. Я вообще ничего не покупаю возле рынка, честно говоря. У меня сдача, и я выращиваю все для себя, то есть мне не надо покупать на рынке. Но так почему нет, если продаются нормальные сопродукции, овощи, по крайней мере, можно покупать. Но я не ем мясо. Тим не менее, у Миколаєві є люди, які мають іншу думку. Вважають, що на улице продукти якісніші та дешевші. Я сиворотку беру, молоко беру і творог обязательно беру здесь. А все, чем на рынке, да? Я даже не знаю, потому что я давно не была, я беру только здесь. Конечно, мы постоянно покупаемся здесь. А где у нас здесь район такой, мы здесь покупаемся. А еще дешевле, да? Конечно, дешевле намного. В супермаркете, вот я была там дороже намного, так я сюда иду, я знаю, тоже. Здесь, да, чисто все, я знаю. И люди постоянно здесь стоят, торгуют. Придбати м'ясну чи молочную продукцию на офіційных точках продажу чи ні – вирішувати кожному. Але при цьому варто пам'ятати – здоров'я понад усе. Уважаемые зрители, сразу хочу сказать, это не Александр так изменился в кадре, это на самом деле я ошибся. Анна Бурейко подготовила опрос, а то тут уже возникли вопросы в студии. Итак, пожалуйста, Владислав Янтин, вот уже много чего накопилось. Я понимаю, что за весь депутатский корпус вы не отвечаете. Но вот что вы можете сказать такого, что можно будет проверить после ближайшей сессии? И за что вы точно можете нести ответственность? Ну, я вам хочу сказать, дело в том, что вы подняли больную тему. Я думаю, что следующим шагом это будет все-таки поднят вопрос о том, чтобы как помочь сегодня районным администрациям. Потому что это именно функции районных администраций следить за своими районами, так как это и на их территории находится. Так как сегодня управление Александра Николаевича состоит из четырех человек. То есть сегодня город перелопатит четырьмя людьми, даже с милицией. Это физически невозможно. Кто бы там не кричал, что районные администрации не работают, их нужно сокращать все. То есть сегодня бардак, который происходит, он бы еще накопился еще в больших объемах. Сегодня мы общались тоже на некоторые темы. Сегодня есть действительно проблема в нехватке людей, которые бы исполняли те решения и административные протоколы бы выносили людям. И я хочу самое главное сказать, что мы в ближайшие дни, я думаю, с понедельника эту тему поднимем и будем что-то думать по этому вопросу. Как... Сейчас, секунду, Александр, я знаю даже, что вы хотите спросить. Сейчас я об этом спрошу. Я вам хочу сказать, сегодня все методы хороши. И сегодня и общественники, и общественность задает темпы, по которым сегодня депутаты пытаются работать. И я вам хочу сказать, что отсидеться так, как было раньше депутатам, не получается. Сегодня вы видели, что происходит у нас на комиссии. Это просто нонсенс. Даже те аксакалы, которые сидят уже по пять созывов в городском совете, они пришли на нашу комиссию и говорят, мы видели, видели. Такого не видно. У нас на комиссии позавчера было 30 общественников. 30! Было более пяти телеканалов, которые освещали депутатскую комиссию. То есть сегодня принять какой-то вопрос, либо лоббировать какие-то свои личные интересы, либо бездействовать не получается. Хорошо, спасибо, Ислав. Вы были на прошлой передаче. Были представители нескольких громадских формулайн. То есть, по сути, новые дружинники, назовем их просто. Мы знаем, что есть действительно люди, которым не все равно, которые хотят изменений, которые, к сожалению, Евгения Волового нет сегодня. Очень хотелось его тоже услышать. Он действительно человек с делом доказывающий, что он не просто рассказывает, как было бы хорошо, а делает. И точно так же есть и другие люди. Так вот, с одной стороны, есть представители общественных организаций, есть представители местной власти, есть юрист, который говорит, что вот эти вот самые рейды могут осуществлять общественники. Скажите, пожалуйста, вот здесь вот студии. Может родиться некий общественный договор, который с понедельника начнет функционировать уже практически. То есть, начнутся рейды с участием громадских формулайн. А у нас есть и Бастион, и Сич, и вот Захрест, и Кордон, и так далее. Может ли быть выработана такая формула, причем вот что называется, знаете, вот закончим передачу, вы договоритесь, обменяйтесь с контактами. И в понедельник это начнется. Можем мы об этом говорить? Да, я хочу сказать с уверенностью, что сегодня многие идеи и общественников, и жителей города Николаева воплощаются все-таки в жизнь. Почему? Потому что я же говорю, что сегодня настолько ситуация запущена, и действительно нашему городу не делает чести тот бардак, который происходит. И сегодня поэтому не идут инвесторы, не готовы вкладывать сегодня колоссальные деньги. Потому что есть проблема. Есть проблема. И сегодня мы готовы решать эти проблемы. То есть как бы не на словах, а на деле. Подписывать договор для того, чтобы сегодня было взаимодействие между общественными организациями, депутатами. Это все имеет право на жизнь. Спасибо большое. Игорь Пох. Спасибо. Они уже не работают. Потому что это все мантры, не имеющие ничего общего с действительностью. Поверьте мне. Почему я так уверен? Я скажу. Больше года назад в Фейсбуке, я уже когда-то, по-моему, говорил, я зарегистрировал группу под названием «Цены для своих». То есть это группа, где люди, обычные пользователи Фейсбука, Николаевцы делятся информацией, обычной простой информацией. В каких магазинах, в каких местах, что-то подешевле, что-то новое, что-то интересное. То есть сравнительная информация по ценам. И все. Исключительно по ценам. Так вот информацию о ценах, поверьте мне, я знаю практически досконально по Николаеву. И могу вам с уверенностью сказать, что, например, цены на, скажем, овощи или там пучки, вот эти петрушки, укропа, которые продают так называемые несчастные бабушки, прибордюрные, да, абсолютно ничем не отличаются от цен в супермаркетах. Ничем. То есть это говорит о том, или там в магазинах поменьше супермаркетов, не в сетевых, это говорит о том, что весь Николаевский так называемый бизнес, вот подобный, да, он зиждется только на одном. Съездить на оптовый рынок, купить условно говоря за одну гривну, а продать за 10, ну или за 5, неважно. Вот. Вот это весь бизнес. И этот бизнес так называемый существовал во все времена, начиная с 91 года и по сей день. Поэтому говорить о том, что это выживаемость, я бы не стал брать на себя такую смелость. Причем могу добавить, что не все годы, опять же, существования современной Украины экономическая ситуация была одинакова. Не все годы. Были поспокойнее годы, позажиточнее, победнее и так далее. Но вот эта ситуация с подобной торговлей, стихийной, она всегда одинакова. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что с ней нужно очень жестко бороться. И я всеми фибрами души только за то, чтобы не превозносить в ранг вот этих несчастных страждущих так называемых бабушек, вот в ранг самых несчастных людей в этом государстве. Потому что это не так, не так, как преподносится. Игорь, спасибо. Я вот не зря периодически прерываюсь на то, чтобы посмотреть планшет. Люди пишут и связываются с нами по интернету. Очень поддержали тебя, пишут. Пох говорит правильно. Я прошу подождать зрителя буквально две минуты, пока ответит Владислав Янтин, потом вас послушаю. Так, а я вот что хочу сказать, я не буду рекламировать супермаркет, напротив автовокзала есть супермаркет. Там находится бытовая техника, супермаркет и магазин, супермаркет продовольственных товаров. То я вам хочу сказать, вот я недавно заехал туда, я там один раз был. Такое количество продавцов, такое количество людей, которые обслуживают супермаркеты, я думаю, что сегодня супермаркет однозначно платит аренду за землю. Сегодня все люди, которые работают в супермаркете, они 100% оформлены, 100%. И сегодня супермаркет платит налоги. Да, может даже если он где-то и платит, но все равно подоходный налог и земля остается в городе. То я хочу вам сказать честно, что сегодня создав условия для строительства супермаркета в городе, и их, поверьте мне, если их будет еще 2-3, это еще будет лучше. Это будет демпинг по цене, это сегодня будут рабочие места 100%, это будет аренда за землю, которая будет идти в местный бюджет. Я поэтому хочу сказать, мой месседж такой, что сегодня действительно те площадя, которые сегодня имеют право, а у нас уже на следующей сессии, я уверен, что мы с депутатами проголосуем по схеме зонирования города Николаева, там где четко уже нанесено, что здесь должен быть супермаркет, здесь должен быть там жилой дом. То если мы когда проголосуем, то я уверен, что у нас появятся новые супермаркеты, и эта вся торговля уйдет в небытие. Владислав, 20 минут назад вы говорили о том, что несчастных николаевцев, которые с трудом зарабатывают себе на сухую корочку, нужно поддерживать путем муниципальных рынков и прочего-прочего. Совершенно верно. Вы на месте муниципального рынка собираетесь построить супермаркет? Нет, есть же места, где можно поставить рынок, и есть места, где можно поставить супермаркет. Это две большие разницы, и два больших участка земли. То есть, если муниципальный рынок, он может располагаться там на одном гектаре, то для супермаркета одного гектара недостаточно земли. Спасибо. Секунду, подождите, давайте послушаем зрителя, и вы опять продолжите. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Мене зовут Александр, хочу поводу парк на Красных Майовчиков. Торговля тоже стихийная, торгуют креветками, тоже поставят там будку с колбасой, как было сказано. Но рядом, в 500 метрах, пустует рынок Лазурный, пустые павильоны. И я звонил на администрацию заводского района, было сказано, что выписаны были протоколы, заплатить это до полиции. Зупинив патрульного, из него тоже, как говорили, мы направляем сюда участкового. Участковый тоже ничего не может сделать. По поводу торговли, именно в сквере. Потому что сейчас придется весна, лето, набираем обороты, там антисенитария. Мыют эти креветки, выливают воду, вытоптали газоны. А рядом цветящий майданчик. Дякую, Александр. Зависимо, Александр, дякую, дякую вам. Александр Игоревич, опять-таки, тема не ваша, я понимаю. Я скажу, что тема известна, и особенно по той точке, которая торгует колбасой. И мы писали колбасы, да. И еще была милиция, мы писали в милицию результатов. Результатов мы никаких не прочувствовали. И сейчас мы эту тему, в том числе, включаем в тот блок вопросов, который мы рассмотрим на следующей неделе с полицией и с судами. Потому что нужно какое-то нововведение, новое решение этой проблемы. Не только на Лазурной, по другим точкам. Поэтому точку мы знаем, мы ее отработаем. Спасибо, Александр Сергеевич. На самом деле, я понимаю, что вам нелегко приходится отвечать за все. Но огромное вам спасибо, что вы приходите, что вы знаете, что будет жарко. Но, тем не менее, все равно приходят отвечать на вопросы. Именно в этом залог того, что все-таки наше общество начинает меняться. Елена Андреевна, пожалуйста, вы хотели что сказать? Что касается, вот если взять и рассмотреть на мыл. Там действительно, бывший, помните, супермаркет Черноморец. Почему он стоит закрыт? Рыночек возле супермаркета бывшего тоже есть. Там же хорошие условия для торговли. Но тот предприниматель, продавец, на стихийную торговлю, где они идут? На проходные места. И с ними просто никто годами не работает. Просто мы дали возможность им там укорениться. И нежелание платить деньги рыночные злоры. Я соглашусь где-то с Владиславом с тем, что да, супермаркеты действительно необходимы. Это и рабочие места, и развитие города в целом. И налог на землю. И налог на землю. Но я хочу поддержать, и акцент поставить на том, что и коммунальные социальные рынки тоже необходимы. Мы должны поддерживать и национальные производители, те, которые живут в селе. Те, которые приезжают со своей продукцией, чтобы как-то... Потому что в селе рабочих мест нет, мы все это прекрасно знаем. И вот действительно этой категории надо в селе как-то выживать. Для них эти рынки просто необходимы. Хочу вас немножко подправить в плане цены сегодняшней арендной платы на рынке. Раньше эту цену регулировала инспекция по ценам. Но сегодня так же само, как с санэпидемстанцией, сегодня нету. Расформировали, новую службу не создали. И сегодня обратиться даже о том, чтобы пожаловаться на то, что высокая цена. То есть сегодня этот вопрос не будет рассмотрен. И тем самым просто наживаются на этих моментах. Можно бы сказать... Пожалуйста, потом Артем. Я скажу сомнение по этому поводу. Я еще, когда господин Васюков был замом и курировал предпринимательство, мы обсуждали очень активно эту тему. Когда только ликвидировали инспекцию по ценам. Даже отсутствие инспекции по ценам, все равно этот вопрос разрешим. Почему? У вас есть все инструменты для того, чтобы просто пригласить директоров рынка. И говорите с ними. Вы сделаете исследование. И вам предприниматель скажет, он платит 4, 6, 8 тысяч, 1,5, 2 тысячи за кусочек своей земли. Спросите, откуда такая себестоимость. Пусть он докажет. Даже если нет инспекции по ценам. Но администрация рынка прекрасно понимает, город выделил землю. Выделил землю под определенные условия. Это социальная территория, на которой созданы рабочие места. С ними просто вообще никто не хочет работать. И еще одна реплика по поводу, вы говорите, коммунальные предприятия, тогда будут льготные места. Коммунальный рынок. Коммунальный рынок, извините, который будут там хорошие места. Действительно, идея эта очень хорошая. И мы уже давно говорили о необходимости этих рынков. Но возьмите коммунальный рынок, у нас находится Таймсет. В управлении Таймсет, который возле дома Бета-Юбилейный. В таком виде, как находится коммунальный этот рынок, если мы еще и другие рынки создадим в таком формате, то тогда зачем вообще их создавать? Более убогого рынка вообще мы не видели. Но там деньги берутся с предпринимателей, с торговцев. Там по полной программе берутся. Стоимость огромная. Но ничего не вкладывается в этот рынок. С ящиков торгуют. Там даже прилавков нет. Смотрите, рынок рычаговый. И за ними Таймсет стоит. Очень хорошо, что вы подняли этот вопрос. Так как все директора коммунальных предприятий у нас сейчас проходят, защищают свои показатели прибыльности и убыточности. То есть мы, и ближайшая будет встреча, то есть мы можем их пригласить, и для того, чтобы они нам показали. Но я вам хочу сказать, есть еще другая проблема. Дело в том, что отчетность они показывают одну, а деньги они берут в три раза больше. Так вот Артем делился опытом. Вы неделю пройдите по правильной комитете, сколько дарится денег. Так вот, я же поэтому говорю, что мы готовы, мы открыты для того, чтобы совместно это сделать, совместно собрать, провести круглый стол и поговорить, для начала поговорить. А если нас не услышат, соответственно, когда вопрос станет о продлении земли или еще каких-то моментах, то вы же понимаете. Я хочу напомнить горожанам и нашим зрителям, ну естественно, что предприятие Таймсет, это предприятие с такой очень давней историей. Помните, у нас когда-то ходили ребята и с каждой машиной, которая останавливалась где-нибудь возле бордюра, собирали деньги. Тогда сказали, что вот мы тут решили трудоустроить, значит там военных пенсионеров. И в итоге просто люди ходили и тупо продавали вот этот вот самый метр с городской земли машинам в розницу. Сейчас они занимаются другим. Но то, что действительно любой человек фактически, Лена Анатольевна, я прошу прощения, у нас тут видимо две каких-то передач, у вас отдельная, да? Любой человек, кто захочет просто подзаработать, ему надо найти просто кого-то, кто будет в нужное время закрывать глаза на то, что он делает. И он благополучно будет продавать, как вокруг клаксона, участки улиц, как в свое время продавались места для парковок. То есть ничего не обеспечилось. Просто стоял человек и говорит, так, а теперь мне заплатить. Деньги в город идут? Нет, не в город. Они просто где-то там растворяются. Вот, пожалуйста, была публикация, я с вашего позволения, она не совсем касается темы, но в общем-то речь о том же. Прямо на остановке городского транспорта останавливаются маршрутки, которые возят пассажиров в Одессу, в Херсон. Все знают, где это происходит. Никто не платит станционный сбор. Все хорошо. Обращаются к господину Степанцу. Он говорит, ну что, ну может быть, если напишите заявление, можем заставить этих людей отремонтировать остановочный павильон. Все. То есть, я еще раз подчеркиваю, мы рассказываем, что в городе нет денег. И в то же время любой из нас может завтра начать спокойно зарабатывать, никому ничего не платя. И даже теоретически политической воли не возникнет, чтобы это прекратить или перенаправить действительно эти деньги в городской бюджет. Что происходит, объясните мне, пожалуйста. Я вам хочу сказать, огромнейший саботаж идет вообще в органах местного самоуправления. Почему? Потому что есть масса моментов, которые реально даются задания, даются поручения, они не выполняются. То есть, идут отписки. Вы хотите сказать, что заместитель городского головы Юрий Степанец саботажник? Он не саботажник. Вопросы саботируются мелкими исполнителями. Дело в том, что я вам хочу сказать, вот задайтесь вопросом, что имеет с этого Степанец? Он же ничего не имеет. И самый главный вопрос, что сегодня побороть практически невозможно. То есть, на этом месте нужно ставить опорный пункт милиции. Для того, чтобы там больше не собирались машины. Давайте я вот озвучу фрагмент. Важно отметить, что предприятие ООО Николаев Авто и ЧП ПИК, оккупировавшие остановку, тесно связано с Буркуном ВВ, который в то время занимал должность начальника управления транспорта в Николаевской ОГА, и параллельно возглавлял еще одно автопредприятие Орион Авто. А учредителем ООО Южного Автовокзала, к которому относится автостанция Южная, является супруга Буркуна ВВ Буркун ТВ. Правда, интересно. Есть о чем подумать. Но и так далее. То есть, известно все. Известны адреса, пароли, явки. И ничего не происходит. Правильно. Так это же происходило до нас. Мы, новые суды... Сейчас уже происходит. Сейчас. Сейчас я вам скажу, что происходит. Да, я знаю, Денис Борошковский с командой, они начали штурмовать эти маршрутки, чтобы они там не останавливались. Они не останавливались там буквально два или три дня. Все. На четвертый день они опять там появились. Хорошо. В городе нету власти? Я хочу до вас донести месседж о том, что сегодня все эти вопросы берутся на контроль. И сегодня решается вопрос, как с этим бороться на законодательном поле. Сегодня бегать, как некоторые есть общественники, бегать, прыгать, скакать и результата никакого не давать, а только делать это ради пиара, для того, чтобы потом зарабатывать деньги на каких-то проблемных вопросах. Власть сегодня не будет. Сегодня нужно найти законные методы. Сегодня объединяться с теми, людьми, которые сегодня хотят навести порядок, либо знают решение этой проблемы. Мы готовы с ними работать и сотрудничать. Я же не говорю, что я специалист во всех сферах. Нет, нет, Ваислав, на самом деле мы понимаем, что вы как депутат можете просто проголосовать за то или иное решение. Хотя, безусловно, ваш один голос ничего не решит. Давайте послушаем звонок зрителя, потом продолжим. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Я человек, который занимается нелегальной торговлей, как говорится. Вот насчет Дюнина. Я принципиально ему на рынок не даду, потому что он людей за людей не считает. Он считает за быдло. Он сегодня сказал, будет аренда тысяч. Вот если ему ждать магазин, завтра захочет 10, значит будет 10. Мне нравится, уходи. Он людей просто не слышит. Это первое. Второе. Мы очень много лет ходили к гористолкову и просили, чтобы нам дали легально торговать, чтобы дали землю. Когда был Коренюгин, он еще слышал нас, людей. Мы ходили на собрание, он собирал нас все. Говорил, что сделаются эти рынки. Ну, так получилось, что он умер. Очень хороший человек был. И на этом закрылось все. Готовы люди платить небольшие суммы, только чтобы узаконили эти места. За супермаркеты, как вы говорили, будут люди идти работать в супермаркет. Я когда-то там работала, когда мы открывали тишенью на Колосе. Полгода я проработала, мне высчитывали пенсион и все. Через полгода дали новые договора, что мы не против работать без трудовых книжек. На каком основании вы мне высчитывали? У меня родился ребенок. Ни один предприниматель, ни одно такое большое это, ни один супермаркет, никто не будет платить, если ты платешь детям на больничный. Никто. Тебя просто выжали. Ну, я полагаю, что вам на рынке тоже больничный не оплачивает. И господин Дюмин, или, не знаю, тот, кто собирает с вас рынок, там деньги на земле возле рынка, тоже, в общем, больничный вам не оплачивает. Игорь, Бог, пожалуйста, и сейчас сюда. Я просто хочу добавить к упомянутой фамилии Масье Дюмина рынок Украина. Вот такое вот странное название у рынка на улице Комсомольской и уже в центральном проспекте, вместо проспекта Ленина. Так вот, если вспомнить, каким этот рынок был еще лет 10 назад, чуть дальше, то это был действительно рыночек. Небольшой рыночек с открытыми прилавками. И люди там торговали, не знаю, там платили рыночный сборник, не платили. Во что он превратился сейчас? Вот именно вот сам, вот то, что называется рынком Украина. Не то, что за ним, а именно вот так. То есть там нет практически, ну там один, наверное, два процента вот этих прилавков. Все остальное это магазины. Это крытый павильон с внутренними магазинами. Кроме того, там, где проходит одиннадцатый маршрут трамвая, да, буквально впритык к рельсам, выстроены вот такие же будки-магазины. То есть это все, на самом деле, уродство жуткое. И под это уродство господину Дюмину когда-то выделялась земля. То есть там рынка, как такового, уже нет. И вот те люди, вот эта женщина, скорее всего, она представляет торгующую сторону, которая торгует вот за рынком. Там есть немножко торгующих, да. Вот она как раз предлагает, что мы готовы, но к Дюмину мы не пойдем. Потому что там, во-первых, нет места. Во-вторых, там дерут такие жуткие деньги, что стоимость продукции ее никто не будет покупать. Поэтому они вынуждены торговать за рынком. И вот ситуация, ну такая тупиковая, на самом деле, да, получается. Спасибо. Артем Василенко. Собственно говоря, продолжить мысль. Это к тому, о чем я говорил немножко раньше. То есть, в принципе, инструменты системной работы с организатором рынка, они есть. То есть, просто нужно пользоваться всей их полнотой возможностей. И вот вы говорите, что вот пусть к нам придут и скажут, мы тогда пойдем. Нет. Инициативу должны проявлять сами депутаты. Не ожидая, когда к ним обратятся общественники или господину Степанцу, напишут обращение по поводу незаконных остановок, и тогда будет реакция. Должно быть, не от общественников это идти. Для этого мы определяемся и выбираем наших представителей в органы местного самоуправления. И мы ждем от них, от наших нанятых представителей эффективной работы. Это первый аргумент. Ну и второе. Знаете, как, никакого результата у борьбы со стихийной торговлей, с торговлей вокруг рынков не будет, если, ну параллельно мы действительно, вот как говорила Елена Андреевна, не будем системно заниматься причиной. Причина – это действительно тотальная безработица, это то, что, скажем так, сегодня происходит в стране, что вынуждает людей идти по самому простому пути, а действительно, ну торговля, как бы кажется, что это проще. Поэтому люди идут на это, в том числе и на стихийку. Поэтому без нормальной работы по созданию новых рабочих мест, масштабно работы в создании новых рабочих мест в городе, мы эту проблему тоже не решим. Спасибо. Секундочку, зритель давно уже ждет. Говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. Вот что на рынке Кола, что на рынке Центральном, оплата за аренду киосков, мест, рабочих, производится, но никто из контролеров никогда не дает чеки. Спасибо. И как они отчитываются потом? Спасибо. Вот, пожалуйста, и исполнительная, и представительская власть. Господа. Должны выдавать чеки. А если не выдают? Должен потребовать. Ну как не выдают? Ну как не выдают? Я говорю, дайте мне чек. В любом магазине пришел, что-то купишь, даже если не выдают, не выдают, например, ты говоришь, дайте мне чек. Выписывают или чек, или какую-то документную. Слушайте, вы что, вы считаете, что... Вы понимаете, это предприниматель, который зависит от организатора рыночной торговли. Он начнет требовать чек, ему скажут, собирай свои пожитки, до свидания. Почему мы говорим, на защите этих интересов должны стоять четко прописанные правила взаимоотношений, прозрачные и понятные. Вы не получите разрешение на организацию рынка, вам не продлят его, если у вас не будет договоров с предпринимателями. Договор – это уже прозрачный документ с взаимными обязательствами. Понимаете? И прочее, и прочее. То, о чем я говорил, не хочу повторяться. Спасибо. Владислав, если очень коротко, потому что звонок зрителя. Да, очень коротко. Я вам хочу сказать, дело в том, что смотрите, даже вот Артем немножко так в мою сторону. Дело в том, что в Горсовете есть определенные комиссии по направлениям. И направление торговли, транспорт – это не наша комиссия. Поэтому я уверен, что у нас есть представитель, то есть я с ним переговорю, для того, чтобы он поднял эти все вопросы. А то, что касается чеков и не выдают на рынках, то я вам хочу сказать, дело в том, что нужно, скорее всего, организовать рейды. И ни с кого из депутатов, многих, не упадет корона. И все готовы с телевидением, с общественными организациями пойти туда и действительно все-таки донести до руководителей, что это будет жестко контролироваться. Мало того, будет потом наказываться и ставиться на вид. То есть никому не охота о том, чтобы на сессии городского совета, там, где куча телекамер, и называли чье-то имя директора того или иного рынка. Вы же понимаете, это не только депутаты обращают на него внимание, то обратят на него и правоохранительные органы, и люди, те, которые его знают. Для того, чтобы... Да, имя Дюмина не сходит со всех вообще носителей информации, электронных, печатных, я не знаю, словесных, годами. Иногда наш коллега перебарщивает, и за это многие сегодня просто вот... Да. Спасибо. Послушаем звонок. Говорите вы в эфире. Добрый день, уважаемые. Беспокоит глава общественной организации «Захисты депараций» Зуган Вадима Анатольевича. Значит, на самом деле проблема рынков, проблема земли, это, скажем так, если назвать ее глобальной проблемой, это может быть ни о чем не сказать. Потому что земля, которая выделяется тем же Дюмину, там, Магераму, и почему получается повышение, скажем так, цен на аренду земли и на всех их. Это, скажем, большое такое мошенничество, потому что как таковой субаренды у нас в государстве нет и не предусмотрено государство. Им выделяется земля для того, чтобы они построили торговые павильоны, комплексы и, значит, трудоустроили людей, платили за них налоги и содержали территорию. Что они делают? Они сдают людям, берут к примеру, за миллион в год и зарабатывают на этом 10 миллионов. То есть это прямое сокрытие доходов. Значит, люди за свои деньги строят эти павильоны. В конце они не имеют никакого права собственности. Повышаются, то есть такие деятели, они в любой момент могут повысить любую цену, которую они захотят, потому что буквально в прошлом году люди бегали по горосполкову и кричали, что Аладдин негодяй и повысил там им что-то 450 гривен, а он им говорит, ну извините, доллар подпрыгнул. И в принципе механизм решения есть, просто кто не хочет решать. Мы последнее письмо, которое мы писали, оно осталось 11 месяцев полностью без ответа. Поэтому и город теряет деньги, и получается бардак, а стихийные рынки людям просто нужно как-то выживать и скажем так, они продают там те бабушки, которые продают петрушку и гоняют, а те, которые зарабатывают миллионы, они получается остаются в тени. Спасибо, Вадим Анатольевич. Сейчас, секунду, я вижу, Владиславу есть, что ответит, да? Нет. Очень все правильно было сказано. Дело в том, что да, сегодня многие директора рынков используют деньги предпринимателей для строительства тех или иных павильонов за счет предпринимателя и потом в конечном итоге взымание арендной платы по полной программе. На самом-то деле, вот что удивительно, но, наверное, даже неудивительно, вот я вернусь к тому слову, о котором в начале, да, омерзительно, что все это знают и всех это, в общем, устраивает и опять продают, отдают землю для того, чтобы и дальше происходило все то же самое. Мы знаем про каждого, что он делает именно так. Мы знаем, что рынок Юлиана украл у города целый квартал под Зержинского между Чкалово и проспектом Ленина. Не проехать, не пройти и нормально, и всех все устраивает. И та же грязь, и машины проехать не могут, и аварийная ситуация постоянно, и все ходят, да, конечно, ну вы же понимаете, там такие люди. То есть, вот то, о чем говорит Вадим Дзугань, это известно, это понятно, но это ничего не изменит во взаимоотношениях власти и хозяев этих рынков. Потому что я понимаю, что с любым из них можно расторгнуть договор, вот завтра буквально, вот Алексея спросим, готов ли он на общественных началах предоставить юридическую помощь? Нет проблем. Алексей, пожалуйста, вы хотели сказать, потом Елена Андреевна. Я хотел сказать, знаете, и рискуя получить как бы волну недовольства от большинства слушателей, я вот слушаю и не очень могу понять. Проблема, о которой вот здесь говорится. Вот на рынках обижают предприниматели, владельцы рынков. Вот этот владелец рынка, он там не додал места, вот он там полученные деньги использовал не туда. Знаете, один из главных принципов устройства цивилизованного государства это принцип не вмешательства в предпринимательскую деятельность. Отношения между владельцем рынка и между теми людьми, которые на нем торгуют, это их взаимоотношения. Я не понимаю, почему власть должна на себя взвешивать тягар урегулирования их проблем. Алексей, на самом деле мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, куда уходят городские деньги. Секундочку, когда вы сказали фразу о том, что квартал захвачен кем-то незаконно, я же это не опровергаю. Я говорю о том, что сегодня в студии говорилось и в том числе и звонок был о том, что глобальная проблема, там не выдают чеки предпринимателям, которые торгуют на этом рынке. Деньги там, ну я не буду сейчас перечислять. Так вот, я хочу сказать о том, что я не понимаю, почему это является проблемой в студии, не считая, конечно, вас, как представителя организации, которая призвана оставить права предпринимателей. Это ваша функция. Но почему органы власти должны это обсуждать? С моей точки зрения, органы власти должны, учитывая, да, секунду, ведь никому же не придет в голову отправлять депутатскую проверку в супермаркет. А почему нет? Ведь супермаркет точно так же очень часто находится на арендуемой земле. И ее тоже, ну и в какой-то другой там торговый центр. Чеки выдают. Потому что, потому что в супермаркете все в порядке. Вот вся разница, в супермаркете все в порядке, там единый хозяин, а на рынке очень много людей, которые, ну в общем-то, чей интерес нарушается, но поскольку это вот людей много, то у нас, как всегда, то есть вот здесь удобные моменты и для самопиара, ну и вообще, то есть вот волнующая тема. Я хочу сказать, с моей точки зрения власть должна разрешать эту проблему путем предоставления чудесной мысли организации коммунального рынка. То есть создание альтернатив, которые позволяли бы этим торгующим на рынках идти в другое место. И власть, организовывая коммунальный рынок, должна создать реальную возможность торговли мелким рыночникам отличную от рынка к ваксону и от любого другого. Хорошо, Алексей, я понял, о чем ты говоришь, но я хочу как бы внести некоторую ясность в свою позицию и надеюсь, что где-то я возможно выражу позицию многих здесь присутствующих. Земля, на которой стоят рынки, городская. И эта земля предоставлялась тем, кто взялся организовывать рыночную торговлю для того, чтобы по сравнительно небольшой цене, получив эту самую землю, создать там николаевцев. Мы все прекрасно понимаем, что это никак не красит наш город. Но есть некое предположение, что взяв эту землю, организатор торговли создаст там нормальные, в общем-то, санитарные и прочие условия для того, чтобы люди в общем-то могли в нормальных условиях существовать сами, продавать свою продукцию, чтобы она проверялась, вот как говорили у нас те самые врачи, да, ветеринарные. То есть, чтобы в принципе ну хотя бы была некая видимость порядка. В результате, ну и таким образом, как я помню, Владимир Дмитрий Чайко говорил, у нас был, помните, самый низкий по стране вообще налог на предпринимательство, да, он говорил, пускай оперятся предприниматели, мы им пока поможем, а дальше они будут помогать нам. И вот это была такая вот взаимопомощь в начале 90-х, да, там, ну в середине 90-х. Сейчас ситуация как бы радикально изменилась. То есть, на самом деле происходит то, о чем говорит Вадим. Они берут городскую землю, а потом сдают ее в субаренду. Они за счет, то есть, они не выполняют вот тот самый социальный договор, который изначально должен быть в основе взаимоотношений власти в лице депутатов и предпринимателей, которые берут землю на определенных условиях. Ну они эти условия не выполняют. И речь в данном случае не о том, что обижают предпринимателей, о том, что на самом деле воровывают всех нас. Пожалуйста, сейчас, да, пожалуйста, давайте вы. И потом вы. Короткий комментарий, я с вами не до конца соглашусь. Дело в том, что городская власть должна в этом участвовать, установив правила. И дальше просто следить, чтобы эти правила выполнялись. То есть, не вмешиваться там в личные взаимоотношения, коммерческие взаимоотношения. Установив правила игры, установив, что мы хотим, как город, получать с этой земли, какие мы хотим социальные обязательства, чтобы были выполнены. Все. Дальше городская власть должна контролировать. Но когда этого не происходит, вот результат. Мне кажется, Артем, что вы не возражаете, но если я продолжу, то тогда мы просто с вами займем эфиром. У нас очень мало времени. Да, хорошо. Тогда, Александр, коротко, и Игорь, и потом уже мы просто совсем уже переходим на гостей. Пожалуйста. Мое мнение сегодня, я возьму конкретно, не буду говорить за весь город, проблема, которой мы уже много лет занимаемся, это Дюминский рынок, Лаксон, угол космонавтов. Мое мнение, я считаю, что никакого даже морального права, сегодня Дюмин не вправе даже подавать, а то, чтобы продлевать аренду. Это первое. Второе, Дюмин никакого не имеет права законного передавать субаренду, потому что больше в договоре не прописано, что с правом передачи в субаренду. То есть, если сегодня есть ряд нарушений, то он уже не имеет, даже в законодательном формате, даже с позволением комиссий просить эти территории. Понимаете? Поэтому я сегодня хочу призвать весь депутатский корпус действительно выполнять волю народа, действительно выполнять закон Украины, потому что по-другому мы наше государство не сможем просто построить. Я хочу обратиться к Владиславу Ентину, хочу обратиться к присутствующим здесь представителям общественности с вопросом, готовы ли вы, господа, по итогам сессии, на которой, я уверен, будет проголосована аренда на 15 лет, предоставить ваши билборды, ваши возможности для того, чтобы на обозрение всего города вывесить фамилии депутатов, которые проголосуют за этот рынок, за продление аренды на 15 лет. Вот такая вот у меня свежая идея возникла. Готовы? Мы готовы. Владислав. Я вам хочу, ко мне вот уважаемая обращалась по поводу голосования Верховной Раде по у нас отставке Кабинета Министров. Отставке, да, Кабинета Министров. По поводу, то есть, у нас же есть возможность городам предоставлять социальную рекламу, то есть, но в социальной рекламе и как в основном рекламе сегодня нельзя указывать фамилии тех или иных людей без их согласия. То есть, это будет... Подождите, это публичные люди. Это публичные люди. Хорошо, хорошо. Допустим, мы найдем деньги и это будет не социальная коммерческая реклама. Вы готовы это разместить? Коммерческая тоже с указанием фамилии. Опаньки. А как же быть, например, с гласностью голосований? Так нет, здесь же никто не говорит о том, что информация о голосующих будет, то есть, пофамильно, кто проголосовал. Вопрос теперь в законности того разместить это на тех или иных либо рекламных конструкциях. Я хотел бы прийти на помощь, Владислав. Мне кажется, как вот не корректно было, как то, что господин Дюймин принимал участие в голосовании по вопросу, который касался лично его. Вот, да. Так вот, и в ситуации с Владиславом, наверное, было бы не совсем правильно просить его принять участие в предоставлении принадлежащих его коммерческой структуре счетов по поводу подачи фамилии людей, с которыми... у Владислава есть там нищеты, у него там фирма просто рекламная. Здесь присутствует тот конфликт интересов, который напоминает конфликт интересов господина... Вы знаете, здесь не конфликт интересов, здесь просто бездействие власти. Хорошо, хорошо, господа. Саша, Саша, вы... Саша, давайте не будем устраивать дискуссии, у нас осталось мало времени. Я скажу, Александр... Александр... Александр, Алексей, я тут вообще... вот как бы руковожу процессом. Я вам расскажу. В свое время я был руководителем Николаевской областной организации комитета избирателей Украины. Да. Мы провели такую замечательную акцию. Называлась она «Обещанного три года ждут». Через три года после избрания очередного депутатского корпуса мы просто взяли их листовки и на округах этих депутатов расклеили листовки трехлетней давности. Под девизом «Обещанного три года ждут». То есть эти депутаты вам обещали то-то и то-то. Проверьте, исполнили ли. Скажу вам, скандал был грандиозный. Кричали, не имеем права и так далее. Но, господа общественники, дарем эту идею. Хотите, воспользуйтесь. Игорь Пох и потом гости. Пожалуйста. В принципе, добавить у меня к тому, что я уже говорил, особо нечего. Единственное, что я хотел бы по поводу идеи коммунального рынка сказать, что эта идея может быть реализована в позитивном плане, а может быть она выстрелит в кавычках от обратного. Потому что у нас все всегда ругают коммунальные предприятия. Они вечно убыточные, у них вечно ворюги директора, их вечно меняют, невозможно снять и так далее, и так далее. Боюсь, что идея хорошая может превратиться в идею не очень хорошую. Отвечу сразу коротко. Дело в том, что здесь же не обязательно для того, чтобы оно было убыточным. Если оно будет просто работать и даже... Я говорю о практике. О практике, да. У нас, вот смотрите, вот у нас есть Николай в электротрансе, он пришел к нам, на комиссию должил, у него 6 миллионов убытков. А когда мы начали разбираться, оказывается, он 22 миллиона заработал. Как? А тем самым, то, что идет очень большая дотация с центрального органа власти, и дотацию мы получили в меньше, чем 50%, и тем самым город недополучил 28 миллионов. То есть, 28 миллионов минус 6 миллионов убытка, то есть, мы, получается, 22 миллиона заработал. То есть, здесь такая же самая ситуация. Может быть, город что-то недозаработает, но он создаст возможность, чтобы люди торговали. Город будет, у города будет такая возможность, то есть, не то, что там создать рабочие места, то есть, даст возможность людям в месте, которое будет приспособлено со всеми условиями дать возможность реализовать ту или иную продукцию. То, что от города от этого много не получит, но это факт. Спасибо. Итак, уважаемые эксперты, уважаемые гости, нас осталось 10 минут. Если у экспертов есть что-то очень короткое, я готов дать буквально полминуты, и потом мы переходим к гостям, чтобы они уже подвели итог нашей программы. Пожалуйста, Я хотел бы, Ярослав, в номер нашей горячей линии, мы готовы до понедельника принимать все звонки касательно нарушений прав предпринимателей, превышения, как говорится, своих полномочий со стороны администрации рынков. Наш номер 76 79 готовы принимать ваши звонки, выслушивать ваши проблемы, выезжать на место и разбираться на месте. Но я думаю, что власть нас так же само будет поддерживать, мы будем с ними связь в понедельник. Пожалуйста, режиссер 76 79 2 0 Пожалуйста, на экран. Уважаемый эксперт, у вас еще что сказать? Да, пожалуйста, да. Есть пожелания к депутатскому корпусу? Ну, я со своей стороны, со стороны администрации, мы готовили несколько представлений, именно как раз по вопросам рынков, по нарушениям по размещению этим рынком, по тем вопросам, когда рынок стоит пустой, а вокруг процветает стихийная торговля. То есть мы готовили такие представления на депутатов о непродлении договоров аренды. Как раз они подходят. То есть у меня просьба к рынкам, да, да, вот у меня такая просьба, вот учитывая сегодняшний формат нашей Крым. Присмотритесь, пожалуйста, к этим представлениям и, пожалуйста, возьмите их на вооружение. Спасибо. Итак, уважаемые гости, поверьте, вам от меня достается больше всех, но я очень вам признателен за то, что вы приходите, вы держите удар не только мой, а и экспертов, и наших зрителей, вы осуществляете то, чего в этом городе всегда безумно не хватало. Прямой диалог власти и общества. Огромное вам за это спасибо. И я надеюсь, что в течение сегодняшних двух часов мы нашли несколько вполне действенных механизмов, которые действительно помогут решить ту проблему, о которой мы говорим. Пожалуйста, вам слово. Хочу сказать несколько фраз. Ну, первое, у нас при городском голове создана горящая линия для предпринимателей. Телефон ее 37-22-82. Если можно высветить. Еще раз, пожалуйста. 37-22-82. А сейчас вы сделаете? С полдевятого до 17.00 принимаются все звонки от предпринимателей. Скажу, что в прошлом месяце по статистике у нас не было звонков. Возможно, не было проблем. Но мы вывешиваем на сайте в газете «Вечеря Николаеву». Поэтому еще раз напоминаю. Второе. Еще хотелось бы сказать о социальной ответственности бизнеса. В начале 2000-х Артем был депутатом нашей профильной комиссии. Мы разрабатывали такой социальный договор. Был даже проект. Мы разработали, но, к сожалению, большой бизнес и небольшой не подписали этот документ. Поэтому, может быть, есть возможность вернуться, вернее, необходимость вернуться сейчас к этому вопросу и посмотреть, что-то может изменилось. Ну, вот я думаю, что тут Елене Андреевне плавно передается мячик, потому что кому, как не вам, отвечать за бизнес, который не подписывает договор о социальном партнерстве. Пожалуйста, Андрей. Я, подводя итоги, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Мы тут сидим и обсуждаем тему. Стихийная торговля плохо, рынки плохо. На самом деле, давайте все-таки вспомним, там живут и работают люди. У нас в Николаевске, в городе Николаеве более 35 тысяч зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности. Это только легальные. У нас еще по всей статистике 70% малого бизнеса сидит в тени. Так вот, мы еще не знаем, сколько там находится, которые в тени на этих рынках. На рынках вообще по статистике больше 60% из 35 тысяч, больше 60% предпринимателей работают именно на рынках. И я думаю, что сегодня Юлиана, рынок, лаксон, они все предприниматели слушают эту передачу и думают, что же вы там решите нашу судьбу? Продлевать договор, не продлевать договор, а что с нами будет? Ведь предприниматель, я хочу вас разочаровать, всех звонков, вас и не будете дальше. Почему? Потому что так как условия, которые находятся там предприниматель, это просто гиво, это просто рабство там какое-то. Предприниматель, который там втянут в систему организации работы рынка, он больше всего сейчас будет страдать. Давайте вернемся депутатам рекомендации, вернитесь к истории создания каждого рынка. Рынок Юлиана, рынок Лаксон, рынок Южный, Украина, это не рынки, это торговые комплексы. Для того, чтобы организовать рынок, торговый комплекс, определенные должны быть условия. Посмотрите, под что выделялась земля и какие там условия соблюдает ли сегодня администрация рынка, это лежит ответственность на власти. Но когда выделялась земля, тому же самому Юлиане выделялась земля, там было четко прописано условие. И тогда господин Аладдин, он приглашал предпринимателей, вы строитесь, а давайте посмотрим, а могли ли вы выдать тогда разрешение на проходе постройки этого рынка. И там же с самого начала строились уже магазины эти. Сегодня мы решаем вопрос, расторгнуть договор у Аладдина забрать эти рынки. А люди вложили там по 30-50 тысяч долларов в эти объекты. Сегодня что, их взять выгнать? Они ведь вклады вложились. И они сегодня никогда не возмутятся против господина Аладдина по одной причине, что он, имея документы на землю, он узаконил их объекты, право собственности, вел как капитальный объект, это торговый комплекс, капитальный, там право собственности есть 2003 года. Его сегодня уже не убрать. Но если предприниматель будет возмущаться и вступит в конфликт с администрацией этого рынка, который имеет его объект у себя в собственности, они потеряют этот рынок. И они сегодня будут делать все для того, чтобы там остаться. Спасибо. Проблежение только надо делать, начинать истучать историю и мести предпринимателей, населения, которые не обслуживают, их развивая рынок. Спасибо. У нас нет времени на историю уже сейчас. Пожалуйста, Владислав, очень коротко, одна минута. И мы выходим из эфира. Я бы хотел сказать, что кто бы что ни говорил, все равно депутаты городского совета, власть открыта к диалогу для того, чтобы решать те или иные проблемы, которые на сегодняшний день есть. И если есть желание помочь нам разобраться в том или ином вопросе, то есть, пожалуйста, всегда открыт к диалогу. И я думаю, что многие вопросы, они не решаются за один день, но по крайней мере толчок к решению этой проблемы можно дать. И очень серьезный почему? Потому что сегодня общество не спит, как спало раньше. Сегодня даже те же предприниматели, которые, да, может быть, в какой-то мере недовольны, они не будут молчать, как раньше. То есть, они, если объединятся, то они могут решить эту проблему. Вот пишет зрительница, которая не смогла до нас дозвониться. Прямые договора с предпринимателями. Вот решение вопроса. Не знаю, насколько это решение, не разбираюсь. А кто ухаживать будет за этим, всей этой махиной? Убирать, заключать договора на вывоз мусора? Уборщицы, электричество. Вы даже не представляете, в какой хаос может затирать. Ну, рынок либо торговая точка. Сегодня, да. Так, в сфере, стихийной торговли. Только в межах территории. Так, я прошу, перепрошу, у нас уже немає часу для додатковых дискуссий. Как всегда, мы практически сами себе затыкаем ротом на педслове. Втім, это подтверждает то, что дискуссия справедливо была пледной, что нам еще есть что сказать. И я впевнен, что сразу после того, как мы выйдем из эферы, начнутся обмены контактами, начнутся какие-то договоренности про то, что уже завтра будут делать и представители владель, которые взяли участь в нашей программе, и представители общественности. Будь ласка, протягом всей программы вы видели декілька телефоней, декілька телефоней в горячих лініях. Если что-то не встили записать, будь ласка, зателефонуйте сейчас до студии и вам подскажут, потому что люди еще тут и они смогут дать вам свои контакты. Будь ласка, не лишайте себя дужными. Будь ласка, не забывайте одну простую и очень важную вещь. Все, что с нами происходит, зависит только от того, что позволяем мы так собою чинить. Дякую, что были с нами, встречаемся на следующий неделю. На все добре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»